Панкистское ущелье Однако, тогда я решил не торопиться и понаблюдать за тем, к чему же это все приведет Большинство жителей ущелья кистинцы, проще говоря, чеченцы А причиной их негодования стало начало строительство гидроэлектростанции на берегу реки Алазань Местное население опасается, что в результате строительства село лишится воды А окружающей среде будет нанесен такой ущерб, что им придется покинуть дома Власти провели экспертизу, в заключении которой говорилось, что строительство ГЭС не создаст каких-либо угроз Однако, конфликт интересов вылился в самое настоящее противостояние Панкистцы пускали в ход камни и палки А полиция применила слезоточивый газ И если мы с вами привыкли видеть протесты в Грузии как-то так Панкистцы пускали в Грузии как-то так То в Панкистце это выглядело следующим образом Панкистцы пускали в Грузии как-то так Строительство остановили А представители местного населения поехали в город Тылави для проведения переговоров Однако, напряжение не сошло на нет Из-за применения силы МВД ввело в ущелье спецназ, что привело к очередному столкновению Дело даже дошло до того, что было повреждено и сожжено несколько полицейских автомобилей В совокупности против ГЭС выступило около 300 жителей Панкистцы Переговоры в Тылави сорвались и в ущелье отправился министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария По итогу Гахария отозвал спецназ и заявил, что строительство начнется только в случае согласия 90% населения Строители продолжат говорить с вами и будет принято решение, по которому договорится местное население Вы должны знать одно Бросаться камнями это не выход Сейчас мы должны успокоиться и вести себя так, как подобает нашему братству и многовековой истории Не менее дипломатично о ситуации высказались и другие представители власти Так, президент страны Соломе Зурубешвили подчеркнула необходимость компромисса Я внимательно слежу за событиями, развивающимися в Панкистском ущелье В рамках своей компетенции я готова сделать все для того, чтобы были защищены законные интересы как конкретных людей, так и всего государства Единственный путь это соглашение Свои комментарии дал и премьер-министр Мамука Бахтадзе Впрочем, риторика премьера была идентична С особым уважением хочу обратиться к жителям Панкистского ущелья Мы никогда, ни в одном регионе, ни в одном населенном пункте или селе не осуществляли ни один проект без консультации и диалога с гражданами Это почерк нашей власти Также министр внутренних дел заверил, что все виновные в стычках с правоохранителями будут наказаны Конечно, я еще раз хочу подчеркнуть, что каждый человек будет идентифицирован И каждый человек, который посмел напасть на полицейского, будет наказан соответствующим образом Сообщается, что медицинская помощь понадобилась 55 людям, среди которых 38 полицейских и 17 граждан Как было сказано ранее, я не стал торопиться с выходом видео по данной теме и следил за происходящим Однако, как мы видим, окончательного решения о том, быть ГЭС или не быть, принято не было Но это, в общем-то, уже дело панкистцев и грузинских властей Повторюсь, сам факт протестов в Грузии обычное явление Но такого рода противостояние между митингующими и силовиками это несколько иное Конечно, стоит учитывать и специфику региона Все-таки там проживает народ со своим менталитетом, традициями, устоями и пониманием тех или иных вещей Кстати, меня порой упрекают в том, что я оппозиционно настроен к правящей в Грузии партии Так вот, могу сказать, что в этом случае мне импонирует то, как они вышли из ситуации Не начав усиленные разгоны протестующих, а пойдя с ними на переговоры Во многих ли постсоветских странах власти пошли бы на компромисс с митингующими, которые закидывали полицию камнями Думаю, что в большинстве случаев исход был бы иным Можно сколько угодно выражать скепсис самой концепции демократии Однако, не сомневаюсь в том, что любому человеку приятнее, когда власть пытается прийти с ним к какому-то консенсусу А не лупит его дубинкой Субтитры создавал DimaTorzok